Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я изображаю инагента, пытаюсь сделать Америку великой снова, хотя что изображаю, есть инагент, хотя мне в первой серии, вот она уже вышла, сказали, что слишком много, слишком саркастическое вступление было. Ну, что ж, в этом видео будет примерно на 2,7% сарказма меньше, имейте в виду. Кстати, а если вы не видели первую серию, то, конечно, перейдите к ней, если вы случайно наткнулись на это видео, потому что всегда лучше смотреть с самого начала все это прохождение, а это уровень сложности божество, стандартная скорость. Сидмейр Сивилизэйшн 6, и мы играем за Америку Теодора Рузвельта Прогрессивиста. Кстати, спонсоры канала всей серии видят сразу, спасибо им большое за поддержку. Ну что ж, мы вышли в новое время, вместе со мной в золотой век вышла Англия и в героический Вьетнам. Я бы, наверное, Вьетнам не трогал. Ну, тут либо пульс паровой машины, либо реформа денежного обращения. Я думаю, что все-таки производство покруче будет, потому что не все можно купить за деньги. Кое-что придется строить, поэтому и производство нам покруче. В данном случае, так, ну и, я думаю, время апать наши самолетики в Мустанге. Уникальный юнит Америки. Так, в сравнении с истребителем 105. Ага, на 5 сильнее в любом случае. Дальность на 2 дальше. И плюс 50 процентов. Ну, плюс 5 боевые мощи против истребителей, я думаю, нам нафиг надо. А вот плюс 50 процентов к опыту, это круто. Давайте, наверное, убьем этих стрельцов и пикинеров. Тут добомбардируем Нью-Касл. Дальше идем в классовую борьбу. А вот, кстати, диалоги открылась, значит, что надо поменять карточку. У нас вот пятилетний план теперь появился. Все равно, что он не в коммунизме, а просто пятилетний план. А здесь содержание... Нет, давайте логистику поставлю. Плюс одно перемещение, если ход начинается на нашей территории. Так, тут пока постоим. Постоим. Рыбку обработаем. Рисик обработаем. Что дадут? Ускорили ракетостроение. Очень круто. Как можно... Как можно... В племенном поселении найти что-то, что ускорит ракетостроение? Вот ваше предположение в комментарии, пожалуйста. Что мы такое нашли? В племенном поселении нашим каперам. Что прям наши ученые думают, ну, все, ракетостроение. Так, в Балтиморе фабрика не нужна, потому что угольное будет мало производства давать. А тут фабрика соседняя уже действует. Так что киностудию давайте. В Лос-Анджелесе... Да, кстати, я вам не показал. Тут у нас Англия это догоняет. Между прочим. Так что я думаю, в некоторых городах надо оказание помощи опять запустить. В Сан-Франциско тоже. Так, тут нарост можно... Теперь в многих городах можно обратно нарост переключить. Как тут производство? Там пингалу все выгнали, твари. Так, тут тоже нарост. Сколько ходов? Два хода до постройки. Кстати, сейчас будут голосования. Это, кстати, в тему. Потому что если бы я раньше... Там может быть сейчас голосование на дипломатические очки. И если бы я сейчас построил статую свободы, у меня бы, скорее всего, отобрали голоса. Сейчас посмотрим. Что на конгрессе? Так, 100 протензий. Ну, давайте я на 50% меньше. Ну, мне как бы пофигу на самом деле. Так, торговые пути пускай к канадцу, например. Или давайте к этому, к Саладину еще. Саладину. Что Канаду, что Саладин, нормально. Так, вот здесь сколько? У меня больше всех, да? Но тут на втором месте Англия. Так, я тут за себя. Давайте глянем. Ну, я думаю, что в районе 10 надо за себя. Ну и, конечно же, всемирная выставка, да. Ну, давайте, надеюсь, пройдет. Снежная буря. Это у канадца. Мне пофигу. Так, тут против немца нормально. О, Саладин прошел, кстати. И я все-таки за себя. Отлично, отлично. Виктория 8, смотрите, вбросила. И австралий за себя 8 вбрасывал. Ну и всемирная выставка. Зашибись, слушайте. Так, я тут... Вот теперь я точно лидер. 9. И я сейчас еще заканчиваю следующим ходом. Статую Свободы. У меня 13 дипломатических очков будет. Плюс 14 Рим. И 15 всемирная... Ну, хотя бы, конечно, еще ходов дофига. Ну, в принципе... Дипломатическая победа выглядит вполне реальной. Ну, нам некого больше тут атаковать истребителями, поэтому и на Нью-Кассел не наезжаю. Прихода Пингала нейтрализован. Так. Ну, наверное, время опять бомбардировщик сделать. 4 хода. Ну, собственно, у меня 4 алюминия в ход. Так что, я думаю, 4 самолета мне хватит. Из Балтимора в Галлифакс пегал. Наверное, надо в этому кораблу. У нас самые тут мощные. Конечно, сейчас меньше денег дает. Но зато дофига еды и производства. Так, это вы давайте сюда на холм отправим. А этот... Не хочу краба, хочу вот эту рыбу обрабатывать. Так, в Патне я собирался деньги воровать. Самые... Больше всего денег дают. Так, ну что, тут больше на побережье ничего нету вообще. В принципе, можно этот капер возвращать на ремонт. Чикаго продуктовый рынок. Рост. Пиона построить. Не, давайте кино... Кстати, киностудию могу купить за веру. Ну, если я это куплю, чего тратить производство? Сикхизм у меня еще... Не, у меня только в одном городе он. Так что, только здесь могу купить. Так что, давайте... Может, каких-то великих людей, конечно, еще за веру можно было бы. Но нет. Так. А давайте вообще глянем, что киностудия-то делает. А то я как-то... 100% к влиянию туризма от этого города на другие цивилизации. После вступления в новое время мы уже в новом времени. Так. Плюс две культуры, плюс четыре при энергии. Ну, честно говоря, так себе. В сравнении с центром вещания только плюс 100% к туризму, да? Одно очко горожан, художника, два музыканта. Вообще, ну, честно говоря, плюс 100% туризма. Очень-очень странное здание для Америки, которое... У которой на туризм вообще больше ничего нету. То есть, типа... Ну, на, побеждай туризмом. Но у тебя больше никаких бонусов к этому нету. Так что не знаем, как ты будешь это делать этим зданием. Как хочешь. Так, три археологических средневековья, средневековье, промышленность. Древний промышленно... О! Ларье есть. Получилось тематический бонус. Это ускоряет, кстати, культурное наследие. То есть, я сейчас получил 4 очка дипломатической победы. И сейчас еще одно получу. О, еще. Еще 4 за статую свободы. Плюс еще надо не забывать, что еще 2 очка есть в научном дереве и в культурном. Ничего не продаем. Кстати, мне уже нефть больше не нужна. Аравия объявила войну Риму? Что-то странно как-то. Не слишком ли вы далеко друг от друга? Как вы не понимаете, что чудеса должны сооружать исключительно мы, да по... Сооружай? Вместо того, чтобы в перьях ходить, ловить птичек, заниматься фигней всякой. Сооружай. Чудеса. Я вообще не против. Так, ну что, мы Нью-Кассл захватываем этим ходом? Наверное, давайте я проатакую. Да, должны захватить. Отлично. Блин, 2 генерала набито у австралийца. Зачем? А что тут столько разграблено? А, это я... Это я дамбу поломал, и ему тут все разграбило. Точно. Я сижу, удивляюсь, что у него так все разграблено. Давайте, наверное, корпус кирасиров сделаем. А, не корпус, в смысле армию. А это пускай один бегает. Давайте подводить... Пушки теперь. Да, ворот оставляем. Он даже по лояльности не отваливается. Настолько у Австралии все плохо. Блин, короче, захвачу этого... А, не, не буду. О, альгамбра. Кстати, альгамбра, по-моему... Что вообще тут у него в городе? Большой бассейн. Ну, вот смотрите, с большим бассейном не получает одного... Ну, вообще, это неправильно. Не должно было тогда получать и от разрушения дамбы. Ну, типа, большой бассейн предотвращает затопление. Тем более, что дамба до большого бассейна находится. Течение наоборот. Течение туда, то есть большой бассейн до дамбы. То есть должно затапливать чисто вот эти места. По идее. Вот механика другая. Тут подразумевается, что затапливаются только поймы. Ну, как-то нечестно, честно говоря. С другой стороны, мне кажется, вообще не должно давать ставить дамбу на той реке, где уже стоит большой бассейн. Ну, да ладно. Что там еще? Альгамбра. Одна ячейка О военного политического курса. Два довольства от развлечений. Два очка. Вот откуда у него генералы набились. И Великий Зимбабве, ваши торговые пути, из этого города получает плюс два за каждый бонусный ресурс в пределах трех клеток от города. Ну, такое... Так, ну вот дополнительный военный курс. Это прикольно. Меньше теряют к боевой мощи. Меньше накапливается усталости от войны. Ну, я бы, наверное... Хотя денег нормально у меня. Может, тогда на уголь поставить. Давайте пока так, чтобы помедленнее он исчезал. Так, отправляю этого рабочего как раз сюда все ремонтировать. Смотрите, тут вот эта вера, это от разлива рек. Так, вот это тут вот столько веры, это за счет как раз большого бассейна. Большой бассейн каждый раз, когда вот река разливается, на которой он стоит, добавляет веру на клетки. Ну, лабы, наверное, строим везде. Екатерина Медича била войну Трояну и Саладин. Ну, Медичи-то рядом, конечно, с Трояном. Так, это все канадские проблемы. Блин, а Сингапур я никак не могу до сих пор засоветить. Сингапур просто должен мне производство... Не, я сюзерен, отлично. Тогда он мне дает производство. Хорошо, Кардив кэша даст энергию в этих прибрежных городах, но у меня их немного. Гонконг. Кстати, Гонконг увеличивает производство с проектами. Тоже неплохой Окленд. Ну, Окленд такое, в моем случае, опять же. Для Виктории реально это круче. Блин, мне тут реально много послов надо бы. Видите, минус 4 идет за то, что... СО2, маскат опять за союзов австралиец. Блин, сколько у меня шпионов в Вашингтоне сидит? Вообще, может быть, побольше союзов заключить? Именно для того, чтобы меньше шпионов ко мне сажали. Коммунизм принимаем. Блин, хреново, что я не могу республиканское наследие поставить, получается. Вот тут проблема есть у нас с коммунизмом. Мне не хватает карточки. Ну, видимо, учетные банки придется убрать. Хотя они еду дают. Так, ну, сюда народное ополчение. И, наверное, тогда поставлю... Наверное, поставлю снижение усталости от войны. Так, то сюда ставим коллективизм. Это от внутренних путей. Бонус соседства коммерции гавани. Ну, можно для гавани, конечно, было бы поставить. Там бы производство добавилось. Порталы Медины. Рационализм всего лишь 24. Конечно, рационализм, поскольку они его понерфили, вообще практически бесполезный. Стал. Треугольная торговля. Ну, вот эта карточка, кстати, не показывает. Видите, действующие губернаторы с двумя и более повышения дают довольство и два жилья. То есть, оно повысится, на самом деле, где Магнус сидит, Лян и Пингала. Но Пингала, во-первых, у меня не сидит еще. Не знаю даже. Ну, строителей не хочу. Может, тогда на театральную площадь? У меня их немного. Это, конечно, всего лишь плюс 10, но... Но норм. Вот я... Мне интересно, менять ли... Потому что это... Вот это тоже добавляет существенно. Давайте, наверное, все-таки учетные банки заменю. В чем идея? Если у вас экстаз в городе, то это плюс... Ну, вот тут, видите, плюс 3 всего лишь довольство. А так было бы плюс 2. А эти плюс 3 уже дает... Дает плюс 5% к выхлопу. Даже плюс 10% от довольства, понимаете? Так что республиканское наследие правильный выбор все-таки. Так, а с Австралией только я воюю? Ага. Ну, мне надо конберу засвечивать. Так, ну и походу отсюда не долетает... Бомбардировщик. Да. Давайте в Нью-Кассел его переместим. И... А, это тапнем. Так, какие-то самые тут дорогие... Караваны. Мне кажется, пока рано чисто все из столицы отправлять. Тем более, что у меня из столицы довольно много и так бегает. Детройт Осака. Ну, почему опять какие-то странные... Ладно, давайте тогда из столицы отправлять. Будем уже готовиться к строительству этих... Космопортов. Так, можно вернуться пока. Уберем генералов. Ну, тут мешаются. Ну, и здесь крабиков. Да. Офига себе. Это, блин, буря конченая мне сломала кампус. Блин. Я возмущен. Так, маяк покупаем. Эээ, торгует семь ходов. Ладно, давайте тоже строить. других городах есть что строить а именно лабы а тут пока так делаем и дальше в охрану блин взгляд это к сожалению фигня не видна мне надо туда идти для дипломатии ну короче управление будущего мне надо идти тут по моему ничего на дипломатическую победу не ним не может быть так исследуйте расщепление ядра поэтому сначала давайте через культурное наследие пойдем а потом уже охрана природы расщепление ядра мы вполне можем исследовать так только я сначала в компьютеры выйду потому что у нас затапливать скоро начнет есть хорошие города которые не хотел бы чтобы расщепление ядра далековато ладно и мы лабу построим посмотрю может нормально еще будет жилье закончилась звук эти закончилась же подуша кампус сломали не в курсе там у него универы дают жилье первое в мире правительство третьего уровня так все хреново идут по культуре да я даже я даже этих обогнал китай так что у нас по науке вообще опять аравия раскочегаривается у англии 380 и почти 500 вот я чин дорогу вообще удивляет меня честно вам скажу проверка ракета виктория в ракетостроении вау 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 причем только виктория ну короче что-то англия внезапно ломанула шьерт пубьери ромашка видите без одного лепесточка в итоге будет эх так но это у нас аравия бегает так что так внеочередное голосование ну и за рим наверно проголосует за я не против все но я не могу никак иначе кроме как против проголосовать но я был бы не против если бы прошло германия и англия проголосовала виктория аж 8 и монтесума еще прикол ну давайте повоюем прям интереснее ну англия так англия как раз решила рабочего потерять еще мы как-то не подумавши мне кажется англия приняла приняла но сандерленд не забирается 75 силы это броненосцам не пробить о пингалу можно вернуть столицу да жалко что мои союзники при этом эти через кризис невозможно в ответочку войну объявить так давайте глянем доступные пути мне конечно лучше канаде и саладину отправлять из ньюкасла в ванкувер и из детройта в ванкувер ну а давайте из детройта не терять время по переброске видим я бегала скорее всего к тем кто мне войну объявил хотим тут больше производства дают кстати кстати вот так на производство так что это за заветом так что это за заветом защиты камберы поселенцами и генералами блин сотка но это мощь если бы еще он уже вышел в стали варенье вообще ну так как у него стены возрождения а не вот эти стены которые в стали варенье открываются городские укрепления то пока на сотке еще пробивается бомбардировщиками что у нас тут а подрыв плотины даже если оказание помощи закончили ну давайте продолжу наверное этом англия тоже вкладывается англия тоже вкладывается возможно поэтому она мне войну и объявила эти хорошо рим не объявил я могу ему так деньги сбрасывать давайте в оказание помощи вверх я хочу купить 1160 надо запомнить и давайте наверно тоже оказание помощи продолжим где а 9 стоп это не надо и сидеть ходов то смысл блин а чё то тогда делать и как-то долго туда ходство в гавани пока тут некие районы не собираюсь строить в принципе больше то можно понабивать немного великих людей посольство из россии и короче тут с россии конечно дружочки пирожочки немножко не получается у меня реальное положение дел создать главное россии ничего такого не делает чтобы их знаете говорить типа вот они там развязывают какую-то войну прочее есть другие цивилизации которые плохо себя ведут надеюсь что австралийц захочет захватить этих ребят хочу выманить его юниты очень очень раз два три четыре пять шесть шесть поселенцев что это такое нафига он их клепал в таких количествах даже пограбить нечего блин пикапером ничего не пограбить потому что он убьет как конкретно города расставила хорошо на удивление по уже броненосец варус хочет как раз растают льды будет грустно это разрядом эти галеры убивал покрас и сделал что все больше и больше этих будет более современных варварских кораблей и на студии в балтиморе лаба универ уж именно как-то подговаривать это китай подговорить надо с китаем союз и подговорить его напасть на англию и вьетнам тоже они там соседи не ну это бы это китайская английские опиумные войны короче будут в данном случае вас не опиумные а соляные потом какие в англии рез и вообще за какие рис я все удивлен что китай нет я думал там китай полностью захватывает англию после так выглядело а в итоге по лояльности обратно все отвалились там ливерпуль был захвачен бристоль был захвачен короче надо союз с китаем посольство туда союз давайте религиозный и отличная стоимость принимаем теперь то же самое с вьетнамом тоже конечно не не то что реально было но в этой квази истории америка с кита с вьетнамом союзе давать мира научные и вот эти не так сделаем так присоединиться к кризисной войне и дать мне китов еще ухты например все готовы принять отлично так уважаемая англия у тебя вообще но они очень дорогу по союзник черт так ладно кто-то сам еще воюет германия и ацтеки они все что могут мне сделать ацтеки я бы на ацтеков японцев но вообще ацтеки далеко не знаю как им плыть давайте попробуем конечно японцев натравить еще у нас такая мировая война по ходу начинается с манты сумой кризисная 95 золота вход так ладно если так 94 блин что-то не очень горит желанием хорошо если мы те алюминий блин алюминия жалко и суши ну 80 золота вход нет 80 золота вход как-то нет наверное просто поменяемся кто еще с ацтеком рядом россия о давайте попробуем россию еще кризисная война против манты сумы вот это нормальное предложение это можно обсуждать так манты суму тоже за нашли чем занять и с немцем осталось ну и тут наверно саладина бы я натравил и вавилон давайте попробуем вавилон а он не может воевать с ним то есть они давно либо воевали либо либо может в союзе короче он немцу не готов объявлять войну ладно саладин писал один тоже блин нашу там немец но немец никакой и он вообще не может никак да у него союз саладином поэтому не может а с вавилоном дружба нафига он тогда вписался но у меня вообще никак тут не знаю ему тут оплывать очень далеко надо чтоб как-то мне мешать так что немец как раз мне самый меньше кого я боюсь так лаба подрыв плотины хочу не удалось что ли в прошлый раз или что или я побег сделал ладно что вам еще подорвать давайте вот в плимуте а это канал блин это не плотина я может канал тоже можно подрывать я вот не помню раз посмотрим но главное что у нас вроде первая мировая идет 1500 год нашей эры блин он не это короче не решился австралиец забрать рабочих а жаль такая тушу за военный инженер здесь урали сет так шпион хотела бы можно было купить за веру давайте этого я посажу сюда в балтимор надо перебросить вот в этой ромашки чтобы мне ничего не не ломали компьютер любит в столице выгонять выгонять этих губернаторов и в столице же ломать промышленные зоны хотя у меня промышленные зоны есть и покруче эти поломаем ему здесь этот все равно не убьет мне ну а тут жалко капер везде обстрел капер как раз убьют знаменитая русско-ацтекская война началась такой фронт первой мировой наверное или акведук ну так ведук не соседствует с промышленной зоной вообще никогда где промышленная зона да он тогда кампус ремонтируем вот сейчас интересного сейчас же жарышка пошла конечно лучше было бы японца натравить на ацтека да это слабенькая так надо следить за улетанием всех ну вообще вот сейчас мы ровно идем вот сейчас нету ощущения да что я побеждаю вообще даже не рядом тут я уцарю на индуса до которого меня вообще хрен знает как добраться если если ядерку бросать для этого и надо австралию захватить чтобы отсюда я мог подлодки делать веселее вот это ребята веселее хочу обработать как у нас вообще тут клетки так норм норм вот эти клетки надо сан-франциско передать хотя это не особо так 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 ну нормально все нормально так мне интересно было и сперта долетает до кон до летает австралия просто диггера внутри конберы держит и все это походу вообще единственный ее юнит давайте тут обработаем логистика конечно о а чей ты тут как болен тоже в золотом веке даже в героическом по моему англия я в золотом героическом у нас вьетнам а я же ведь нам натравил да на англию отлично оба соседа англии с ней воюют причем у англии что-то пятьсот пятьдесят семь у китая пятьсот двадцать два нормально так давайте-ка мы в детройте верфь купим продолжаем грабить гавани по красным мундиром лупим а еще раз могу шипись просто 700 золота за один ход ой извините дяденька блин а может ведь нам попросить еще и с ацтеком начать воевать не порвется ли он правда а ведь и нету не могу надо уголь у кого-то купить надеюсь саладин продаст мы не знаю 50 сразу 35 золота фу нормально можно конечно читить типа вот так делать золото вход и велять войну но я честный я я считаю что зачем вот использовать такие слабости компьютера водяная мильница биржа торговать торговца где горит лес не у меня хорошо о с канадой закончился союз так давайте-ка проверим что канада у нас улетать нет ракетостроения нету так что я думаю он не успеет если я с ним заключу союз сейчас тоже выцегоню немного угля ядерную программу ускорили за счет чего а лабу ясненько так меня опять выгнали но сейчас не пингала должен долян ну в принципе там главное чтобы извержение не было чем я кстати я как лен прокачал против извержения ни разу тут ни одного завержения не было так что такое знаете я думаю что лучше бы я лен на аквакультуры в конце лос-анджелес сажал прикиньте тут все было бы в аквакультуре надеюсь буря мглою небо кроет не в мою сторону так просьба о помощи мне нужно давать деньги пять ходов осталось сколько тут у нас оказание помощи 2 делаем в бостоне лабы завершено оказание помощи 3 делаем я пока деньги просто немножко на другое надо оказание помощи закончилось 3 делаем так мы следующим ходом конвера падает не не этим к сожалению больно мне будет биться об нее поэтому подождем но это собственно конец будет уже для австралии тут останется у нее ну и аделаида еще кэш и 13 жителей но я думаю с этим проблем не должно возникнуть и у нас тут детройт толсток но я боюсь по морю и то же самое и в во вьетнам нью-касл ванкувер и баффало ванкувер нет тут я подожду я хочу купить верфи в баффало так что он тут меня преследует этот линкор блин и там еще ждет стек походу выследил мои силу вообще то что у ацтека линкоры мне очень не нравится и это как бы небольшая попка не зашу успокаившим далеко хотя здесь там россия что-то делает у россии 472 ст.к. 1037 факт вот-то факт так наверное рабочего сейчас поддержим захватим конверу там что-нибудь починим еще или или сделаем один заряд остался россия начала строительство моста золотые ворота в туле золотые ворота в туле мост наверно красивая христос искупитель в путеволах нет не сравнится с золотыми воротами в туле так ну тут главная морская плотина была лучше вот это можно просто хотя алюминий в принципе то у меня 38 хочу ли я еще больше самолетов наверно хочу тем большими два ресурса давайте на алюминий поставим уголь я спокойно покупаю так убегаем лаба в вашингтоне продуктовый так сначала давайте вверх купим в баффало и про им пока ходов у нас есть 12 нормально ну это буквально нескольких городах у меня плотина требуется пустыне еще в босс начал оказания помощи закончим лос-анджелесе не надо например плотину кайф ну и все бога три города только но спасти их надо было так смотрим с этими космопорт виктория еще не построила давайте я всех проверю на всякий случай канада вот учет не ходит в ракетостроение хотя уже вавилон не выходит в ракетостроение чендрагуб то не выходит стал один в ракетостроение факт ну викторию я думаю там остановит а вот саладин конечно неприятный типчик захватываем и даже сейчас и даже конвера не отваливается по лояльности вообще офигеть дамба не даст не недочинена атаковать нечего подожди почему нечего раз два три четыре пять шесть семь до далаиды должно долетать а дистанция атаки 5 так ну и сперта и ньюкасл давайте мы наверное этого парня перебазируем в конверру просто фигасе только сейчас ехан из бурки я встретил ничего себе плюс одно произойдет за каждую лучше найти присуну вообще звучит солидно но если мало послов пока так и этого я хотел политическую правительственную площадь да вот он защищает вот эти вот все районы ну давайте наверно выкуплю все таки эту клетку последнее что тут меняемое что то есть для обработки факт минус минус каравелла блять что душоном сможет ходить после того как я сожгу эритика на палубе ищение средств мгновенно обосновывается в городе так в ньюкасле центр к даже те же вроде чиниру блин это этот долбаный факт конечно конечно на мои города пошел от счет тут что-то сделает дальше я хочу хочу ли я ракетостроение уже и нам в любом случае надо куда-то сюда идти то есть там если мы хотим дипломатии победить блин почему они все разное требует тут не видно где теха которая дает очки за дипломатию каменоломня производства ну давайте наверное ракетостроение откроем чисто чтоб спутник запустить хотя бы увидеть мир мир мне давайте продуктовый рынок что-то дорого самолетик ноде вот меня интересует куда сейчас пойдет культурный союз россия нет пожалуй мы слишком разные россия получила инженера тесла теслу наверно заберет сейчас китай да а мне достается их alvar alto но я его пропущу естественно кайф прям прям на ромашку ну ёперный и завершилась ну ладно еще более-менее так это вот сломалась у вас вашингтоне археологический починим тесла и Продолжение следует... Так, ну три города, наверное, у Австралии осталось. У меня, конечно, загадка загадок, почему, имея шесть поселенцев, Австралия так и не решилась ни вот это заселить, ни там выше. Тут же это позже поставил Германия и Вавилон города. Да, три города. Поразительно, просто поразительно. Так, три хода, еще просьба о помощи. Тут три хода. Нет, тогда, пожалуй, нет. Рабочего давайте сделаем, тут видите, починить надо всякое. Чарльстоне, два хода пускай. Чикаго, один ход сделаем. Перти, так, против Чикаго. Так, еще. Перти. Два хода, пускай оказывает помощь. Тут лечимся. Строителям пока не ходим, потому что тут какие-то злые дядьки бегают. Блин, нам еще и поселенца выдали. Нет, нафиг надо. Блин. Ацтек неплохо отрезает меня. О, у нас караванчик. Так, ну, нам надо куда-то валить. Будем надеяться на то, что тут растают льды, и мы как-то тут снизу проберемся домой. Ого! Слушайте, а почему у ацтека такой флот? Ни хрена себе. Слушайте, но он не убил мне каравеллу. Как ни странно. Давайте пока тут спрячемся. У меня где-то конь до сих пор плавает, прикиньте. Я уже и забыл про него. Так, да, я так понимаю, что разграбили этими, скорее всего... Мм, жемчуг надо. Да, скорее всего, Австралия на своей бывшей территории. Ага. О, рабочего мне еще привела. Так, есть ракетостроение. Вообще, я бы, наверное, тогда в столице уже... А какое мне самое вообще производственное? Хотя не факт, что столица. У меня все-таки столица 139. Воздушная битва за Аделаиду. Какая воздушная битва? Я просто бомбардирую, у него там... Вообще никаких юнитов нету. Захватим рабочего. Может, я так и в армию объедини? Тут всего один уровень у пушки. Две армии пушек. Это уже мощно. Ммм... О, нефть. А я, наверное, не могу еще обрабатывать на море, да. Ладно, просто пропущу. Что-то там еще разграбили. Лагерь в Канбере. Извержение не у меня. Канада. Кингстон. Ты что, в мою пользу, что ли? Походу, ко мне. Кстати, я смотрю, там у Канады еще и Виктория отваливается. А что, Виктория... А Канада в темном веке, что ли? Точно. Оу. Как печально. Ну, я, наверное, пока постою. Не хочу тут ничего апгрейдить. Я бы, конечно, подлодки открыл. А я их и открыл, вообще-то. Ну, подлодки с линкорами могут совладать. Причем, мне там две подлодки, по-моему, надо... Нет, уже не надо, да? По-моему, где-то две подлодки нужны. Так, ну... Блин. Эпая, это он меня так окружает или что вообще? Куда вот линкоры у него плывут? Или они плывут к Детройту? Блин, мне, наверное, все-таки надо в подлодке апнуться. И даже без карточки придется это делать. Так, мне надо нефть у кого-то купить. Хотя мне, по-моему, Вьетнам предлагал нефть за ресурсы. Сейчас дороговато. Ну, давайте вот так. Блин, этот ход закончил. Черт! Шьерт побери. Так. Вырываюсь вперед. Ну, я бы, наверное, еще тогда два хода. Так, в Лос-Анджелесе уже нету смысла. Торговца давайте. В Нью-Касле ремонтируем центры коммерции. Ну, должен победить. Так, мне еще всемирные выставки надо очки великих людей вообще-то. Ну, кстати, у меня и так я на первом месте. О, боже. Обратно отбил своего рабочего. Слушайте, походу... Походу, на самом деле, вот этот показ военной мощи это глюк. Потому что вы видите, ноль у Австралии, хотя на самом деле у него есть как минимум диггер. А вон еще и квадрирема. Так что это, это очевидно, глюк в игре. Не знаю, за счет чего это происходит. Так что, наверное, и у Кореи не 60. То есть, вообще, верить силе... Не знаю, как при игре против человека, но против компьютера, видимо, это так себе информация. А, слушайте, тут даже армия уже целая. Мы его вообще самолетами сможем убить? Да, я думаю, сможем. Все еще стены возрождения. Ну вот, заберем обратно рабочего. Он мне очень нравится. В смысле, а как торговый путь через мой город проходит австралийский? Прикол. Ну, разграбим. Так, ну, в Перте, наверное, один ход остался. Ну, вроде как норм. Блин, вот если меня обгонит Англия, я просто не знаю тогда. Я еще напоследок, наверное, сколько-то денег дам риму. Так, ну, пошли линкоры выезд. Тут они как бы поблизости получаются-то. По идее, конечно, линкоры подводные лодки не видят. Но, мне кажется, компьютер читерит, все он прекрасно видит. Так, ну и куда они делись? Ладно. Боюсь я дальше вылазить. Нет, два хода это уже много. Биржа, канализация, водяная мельница. Все как-то не особо. В общем, мне тут бы... Знаете, что мне надо этого рабочего? Сюда, к Вашингтону... В Чарльстоне рабочего сделаю. Чтобы вот эту штуку надо убирать и ставить туда космопорт в столице. В Бостон есть плотина, гидроэлектростанцию. Надо везде, где есть гидроэлектростанцию, их в первую очередь вставить. Чтобы у нас меньше угля тратилось и больше электричества шло. Так, ну вообще космопорт бы Россия осудила Германию. Правильно, потому что Германия со мной воюет. Все, все должны осуждать Германию. Блин, еще тут поломали. Так, этим рабочим... А давайте, наверное, этим рабочим пойду вот тут менять. так, лян еще нельзя вернуть? Нет. Биржа, канализация, ну давайте, наверное, производство в районе добавить. тут ничего на дипломатическую победу нету, правильно? Принято при уничтожении 20 очков здоровья. Не, да, это королевское общество. Так, этого мы отказываемся инженера. бессмысленный имхо. И давайте общевойсковую бригаду. Посмотрим, где уран. пока там будут убирать все. Давайте, наверное, арену. увеличим довольство. Не помешает вообще-то. Так. Да не, не должна Англия догнать. Не буду денег давать Риму. Нормально я тут вложился. Пригород. У нас уже один построен пригород. Я думаю, нафиг надо. Давайте биржу. Так, торговец, морской порт, я думаю, хорошо пойдет. лаба в сан-франциско. Лаба в стиле диско. шпион. Ну, поехали исследовательские гранты. Тоже морская плотина готова. Тут порт 19 ходов. сан-франциско. дофига. Хотя, я бы, наверное, тут канализацию построил. Потому что баффало должен нормально расти, еды прилично, а жилья не так много. Давайте канализ... Хотя, слушайте, морской порт же тоже дает жилье. Правда, не, ну 19 ходов и одно. Не, канализацию просто. Так. Ну, кстати, давайте окон засоюзим. Ну, сколько сразу производства добавил. О! Ну, охренеть. Так, какой-нибудь из Ашан 8. Митла 9 требует 9. Кахоке 8. Нет, больше мы тут никого... Ну, можем, кстати, еще Сингапур до 6 довести. Пока так. Блин, не могу догнать по науке. Прикол. А пофигу что-то генерал. Может смотреть, что хочет. вот еще опять пантеон на эти трюфеля начал работать мой. Зашибись. Так, наверное, просто в Ванкувер отправлю. Опа! Нежданчик. Точнее, как, жданчик. Так. Во-первых, мы апнем этих ребят, чтобы увеличить силу. Но вообще четырьмя линкорами вполне может раскатать. Блин, это не доплывает подлодка. Ладно, эту проатакую. Мне кажется, эту подлодку тогда убьют. Не, в принципе, подлодки неплохо работают. Это было правильным решением. В принципе, я думаю, что тут можно возвращаться, потому что явно все линкоры приплыли ко мне. О, подрыв плотины. Мое любимое. Даже не буду сеть создавать. Морской порт в Лос-Анджелесе. шпионы. Ммм. 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 Давайте даже шпиона. Смотрим. А, он тут создается. Мне надо было там шпиона ставить. А, давайте дружить с Францией, раз она воюет с нашими врагами. пройдя электричество в Канг-Конг. Ах ты, черт. А вот этот прорыв в тыл мне очень не нравится. Сейчас мне там будут все грабить, похоже. Я пожалуй не буду ничего менять. Ееее, отлично. Два очка дипломатической победы. Слушайте, ну... Ну, неплохо. Дальше. Всемирная выставка. Одно очко. А военная агрессия дает? Нет, военная агрессия не дает. Так, наверное, вот это каравелла пожертвует собой. Блин, у меня подлодки не успевают за ними. Может туда перебросить истребители? Честно говоря, не хотелось бы отвлекаться от Австралии. Так, это мы захватываем. кстати, у меня минус 2 идет, это особенно эти, минус 10 за выбросы СО2 и минус 5 за оккупированные столицы. Так что у меня тут не самые... Ну, я какой-то один из этих городов, я вот хотя не знаю какой лучше. Наверное, все-таки Машкан Шапир, чтобы другой город просто отвалился по лояльности. Чтобы меня не считали убийцей Австралии. Ммм. Платину мне кажется я не успею тут построить. Так, тут мы один ход пропустим. Тут у нас рабочий давай-ка давай-ка наверное ферму сделаешь. Так, и что мы в этом городе строить будем? Давай биржу. Амберия. Дамбу починили, гидроэлектростанцию пожалуй. Во всех остальных городах все построено. Блин, вот это конечно ацтекский рейд неприятный. вот это отремонтируем. так тут где-то плавали армия но она походу вся уже сюда высадилась английская а не вон куда-то плывет неужто ко мне плюс пять отлично а я жду один ход да заканчиваю я хочу сразу же космопорт так меня очень интересует петр великий предупредил фридриха барбароссу за вмешательство в тяжелую промышленность блин в общем пофигу на моих кораблей я смотрю просто плывет не знаю даже куда будет ломать статую свободы мне кажется это конечно нельзя сломать но нельзя так целенаправленно ну что и еще эту каравелло и убьем как это каравелло финишер я не знаю почему ацтек просто ведет свои войска на убой куда-то не долетает к сожалению перебрасываем самолетики этого сюда этого мы перебазируем в ньюкасл а этот бомбардировщик в камберру так и наконец ага не долетает это максимум давайте наверное сюда переброшу пока надо будет засвечивать мошкант шапир иначе не забирается вообще не обработаны клетки у австралийца конечно так а почему тут фиолетовым ладно убираем и космопорт 10 10 ходов ну в принципе то есть сетевой это считай 5 ходов довольно быстро это большое производство 5 ходов космопорт давайте наверное в Вашингтон я на производство буду караваны пускать тут пытаюсь найти караваны английские которые с Андерленд плавают так фабрика фабрика еще какая-то работает ну это такая ламу слушать а что с ураном о перд прямо на уране стоит а компьютер то в курсе куда а нет тарян не прямо на уране черт но тем не менее он рядом с ураном посыл так здесь уран но я туда конечно ничего не буду ставить вообще 7 штук только видно но у меня хотя бы один да это все что у меня может быть ну захват перта в древности был не зря мазутную электростанцию кстати надо построить и кстати где-то она по-моему в Сан-Франциско я могу это построить да лапа отвалилась о Виктория в мою пользу отваливается зашибись так ну я думаю что канадец уже все-таки не соперник а вот остальные ракетостроение Саладин и ракетостроение Виктория да блин канадец тоже в ракетостроении черт и Чандрагубт не ну интересно кто первый космопорт построит высажусь по приколу у меня тут аэропорт есть спасибо но походу походу меня сейчас убьют этого коня великого который все увидел он был вещь нет не убила а что у него там за стреляющие юниты тогда вот поэтому я не хотел морские отправлять караван ведь он приперся чисто мои караваны пограбить блин там еще броненосец английский плывет слушайте у меня вот эта каравала просто убийца какая-то просто убийца у меня подлодки не успевают за линкорами а стоп хобарт я не хочу атаковать подготовить оттуда я не добегу просто так этот у нас идет уран обрабатывать серьезно смотрите немец привел киросиров ой блин это какое-то непреодолимое желание компьютера хрен знает откуда приводить устаревшие войска мило но тупо не знаю куда он тут я просто постою даже не буду его трогать скорее всего в виктории нельзя куда он там собирается прятаться наверное уже пора эту железо обработать чтобы получить производство простой циви при атаке наземных юнитов на воде морские юниты не получают урон по-моему логично не знаю так не хочется космопорты строить везде сейчас вам скажу что у нас тут со всемирной выставкой я и так победу хотя там недалеко какой я хочу плотоводец что у нас линкор дает ну кстати ничего так в принципе инженер о за деньги можно а хотя с другой стороны сейчас чудеса какие строить за клетку с тропическим лесом ну наверное наверное давайте по очереди исследовательские гранты и фестивали потому что мне надо выйти вот в те очки дипломатические а на этом пока все продолжение уже завтра спасибо что смотрите играйте в умные игры и всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока